Ребят, учитесь пробовать коктейль. Мы сегодня поступили достаточно цинично. Мы взяли детское персиковое пюре. Как-то жалко все-таки труд виноделов. Аптечные ноты такие, да, вы были? Да, 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 аптечная, мазь какая-то. А похмелиться, да. Первый коктейль. Будем пробовать? Друзья, всем привет, скоро Новый год. Я уверен, мы уверены, что у вас уже полный дом игристого вина. Вы не знаете, куда его девать. Не знаете. Сегодня мы вам покажем рецепты самых, наверное, популярных, самых простых коктейлей, которые вы можете приготовить у себя дома на игристом вине. Вам потребуется игристое вино и буквально один-два ингредиента. Да, мы выбрали самые простые коктейли, которые не составят труда сделать просто любому у себя дома. Да, буквально занимать приготовление от одной минуты до трех минут. Но перед тем, как мы начнем, вы ставите лайк, подписывайтесь на канал, потому что мы делаем невероятно полезный контент. И таким образом вы нас просто отблагодарите. Не будем больше затягивать. Поехали. Итак, друзья, первый новогодний коктейль на Просекко. Мимоза. Вероника. У нас оказалась случайно только что открытая бутылка Просекко. Но по факту вы можете взять любое игристое для этого коктейля, который у вас окажется дома. Итак, рецепт максимально прост. Пополам. Свежевыжатый апельсиновый сок. Обязательно свежевыжатый. Вы можете его сделать самостоятельно дома, либо купить, но обязательно свежевыжатый. Подчеркиваем это много раз. Собственно, мы наливаем игристое. Примерно вот так вот. И туда же отправляем свежевыжатый апельсиновый сок. В общем, коктейль такой максимально простой. Его можно сделать дома. Я думаю, что кто бывал на каких-то бранчах, то везде встречаете именно этот коктейль. Будем пробовать? Да, конечно. Да, у нас есть вот такие трубочки. Ребята, учитесь пробовать коктейль. Аня. А как вы это делаете? Вот так вот я беру, да? Пониже пустим. Пониже. Так, я вот так не закрыла. Пониже только, пониже. Еще пониже. Так, побольше. Что теперь я делаю? И заткни вот так вот. Понимаешь? Нет, ты не... Должен вакуум создаться. У меня с физикой всегда была плохая. Вкусно. Да. Праздник к нам приходит. Мне кажется, что суд всех коктейлей, которые мы сегодня делаем, в том, что вкус игристого не ощущается вообще. Ну, он дает такую вот изюминку. Ну, вот в зырике, да, чуть-чуть перляж ощущается. Вкус чистый апельсиновый сок. Опять же веселит, да? То есть вроде как сок попила, а при этом уже хорошо стало. Кстати, идеально на утро 1 января. Запомните. Отсталось у вас игристое, например, да, и нужно как-то... Хочется устроить бранч, например, с друзьями. Встал, сделал вот такой прекрасный коктейль. И все хорошо. Как говорится, опохмелиться, да. Первый коктейль готов. 1 января. Коктейль «Мимоза» также известен как «Бакс Физ». Такое интересное название. Считается, что коктейль придумали в первой половине 20 века. Коктейль «Бакс Физ» появился первым. И разница лишь в том, что в нем 2 трети игристого и 1 треть апельсинового сока. Придумали его в Лондоне бармен из заведения, которое так и называлось «Бакс Клав». А «Мимозу» саму придумали буквально через пару лет уже во Франции, в Париже, в отеле «Ритц». И сделали просто 50 на 50. Апесиновый сок и игристое. Кстати говоря, интересно, что сейчас в Англии до сих пор продаются уже в бутылках готовые, смешанные вот такие коктейли. Надпись «Бакс Физ». Так что, если вы мало ли будете в Лондоне когда-то и увидите на полке с игристым такую бутылку, имейте в виду, что это не игристое, это уже предварительно смешанный коктейль. Итак, ребят, коктейль номер 2, знаменитый «Беллини». Что нам понадобится? Нам понадобится то же самое игристое. Нам понадобится персиковое пюре. Персиковое пюре вы можете либо сделать сами, либо вы можете купить специальные пюре, которые продаются для ресторанов, для баров. Можно найти в любом интернет-магазине. Ну, не в любом, но в некоторых. Но мы сегодня поступили достаточно цинично. Мы взяли детское персиковое пюре и взяли специально, где в составе только персик. Дальше нам нужна помощь друга. Борис сейчас у нас делает подготовительную работу и размешает пюре с небольшим количеством игристого. Зачем он это делает? Для того, чтобы дальше у нас все было достаточно красиво уже в бокале, и пюре не прилипло к стенкам, а очень равномерно размешалось с игристым. И по пропорциям сам коктейль – это примерно треть персикового пюре и две трети игристого. Если вы хотите, вы можете дома, конечно, с медным стаканчиком это все делать, но мне кажется, что все дома делают на глаз. Мне кажется, в оригинальном рецепте, разумеется, делали пюре из свежих персиков самостоятельно и из белых персиков. Потому что у них такой определенный оттенок, у нас, конечно, немножко рожевательненько. И добавим игристого, чтобы все-таки у нас было красиво, нарядно, с муссом. Так очень красиво. И можно еще разок немножко размешать это все. Ну что, пробуем? Напоминает персиковый лимонад. Напоминает мимозу, только с персиком. В принципе, вкусно. Да, это вкусно. Причем, ребята, вот мы попробовали пюре до записи, и, вы знаете, игристый улучшает даже пюре. Мне кажется, игристый вообще все улучшает. Это улучшайзер. Улучшается настроение. Универсальный улучшайзер. Ну что, номер два? Да-да. Я хотела его понюхать, ладно. Давай. Мне кажется, что аромат должен быть шикарный. Ну что, Италия? Персики, персики вообще, да. Персики. Ну, друзья, если вы не поленитесь, в отличие от нас, сделайте сами персиковое пюре дома. Мне кажется, это будет вообще персик. Следующий коктейль. Коктейль Беллини пришел к нам из Италии. Его придумал в Венеции человек по имени Джузеппе Чиприани, владелец легендарного бара Гарри, к которому приходили в свое время и Трумэн Капотте, и Эрнест Хемингуэй, и другие известные богемные личности того времени. Дело было в середине 20 века. Что он сделал? Он просто смешал персиковое пюре с игристым вином. Такое название коктейль получил в честь художника 15 века, которого звали Джованни Беллини. Дело в том, что он придумал очень интересный оттенок белого цвета, такой слегка с розовато-персиковым отливом. И коктейль, который делается на основе пюре из белых персиков, имеет именно такой красивый, красивый оттенок. Если жизнь дает тебе лимоны, делай из них лимончелло, народная итальянская мудрость. А потом добавляй просека и пей вкусный коктейль. Шутки за 300 закончились, поэтому третий коктейль – лимончелло-шприц. Да, мы решили все-таки выкинуть из нашего ролика сегодняшнего опироль. Почему, кстати? Потому что мне кажется, что опироль имеет слишком агрессивный вкус и взбивает полностью все нюансы коктейля. Шприц и лимончелло гораздо интереснее. Что нам понадобится? Нам понадобится, естественно, лимончелло, нам понадобится газированная минеральная вода, нам понадобится, опять же, игристая, лёд, базилик, лимон. То есть у нас сегодня самый сложный коктейль, мне кажется. По ингредиентам? Да, это нужные ингредиенты. Мы не смогли договориться с Борисом, какой бокал использовать. Я за красивый винный, он хочет делать в обычном стаканчике. Мы предварительно в бокалы положили лёд, чтобы бокалы у нас охладились. Теперь его можно сбросить. Я не буду. Ты не будешь, хорошо. И по пропорциям. У нас примерно, не примерно, одинаковое количество идёт лимончелло и минеральной воды. Кстати говоря, в принципе, минеральную воду вы можете даже из рецепта выбросить. Но мы решили делать всё-таки с водой. А для чего нужна вода, Вероника? Она разбавляет лимончелло, наверное, чтобы был менее такой агрессивный вкус. То есть можно регулировать по вкусу, как нравится больше. Ты решил меня опередить, да? Ну, пока ты кладёшь лёд, да, я решил сделать по-своему. На самом деле, я тебе расскажу, почему я выбросила лёд из бокала. Потому что он уже подтаял и дал воду. Мне не хотелось, чтобы была лишняя вода в коктейле. Так, хватит. Теперь уже это лимончелло. Да. Воду через мерный стаканчик – это, конечно, модно. Это уровень. Да. С учётом того, что игристые мы потом будем наливать просто на глаз, лить воду через мерный стаканчик – это… Ну, вы дома, естественно, делаете без мерного стаканчика. Так, я тоже возьму кусочек лимона. Открываю. У нас сегодня, хотя достаточно неплохое, игристое – это просека. Но можно, наверное, делать на шампанском, если у вас достаточно средств. Ну, мне кажется, коктейль на шампанском – это такая история всегда. Как-то жалко всё-таки труд виноделов, которые сделали этот божественный напиток, а мы его на коктейли пускаем. То есть везде в оригинальных рецептах… Труд производителей просека мне не жалко. Просто везде в оригинальных рецептах шампанское почему-то фигурирует. Я тоже хотела спросить, насколько это важно вообще, вот именно шампанское брать. Ну, я… Конечно, не должно быть совсем плохим, да, игристое, но мне кажется, что если у вас шампанское, то, наверное, лучше его пить и в чистом виде. Ну что, друзья, с Новым годом! Ты должна… Хлопок! Когда я так делаю, ты должна делать вот так. О-о-о-о! Потому что профессиональные сомелье открывают без хлопка. Ну, в принципе, вот так вот, да. А в потолок вы стреляете, нет? Только если сображ делаем. А-а-а, сображ, конечно. И моя самая любимая часть – это украсить несколькими веточками базилика. Я как раз люблю такой вот кустовой базилик, который продается в горшочках. Он имеет потрясающий аромат, с ароматом лимона. Это все просто невероятно сочетается. Я предлагаю попробовать сразу. Чтобы базилик чуть-чуть отдал свои эфирные масла. Как это красиво выглядит. Как это красиво выглядит в таком бокальчике. Ты знаешь, пока что это вот мой фаворит. Или в таком. Ну, на самом деле, я вот голосую за вот такой вот низкий стаканчик. Мне кажется, смотрится более органично. Ребят, напишите в комментариях… Я все люблю из винных бокалов, простите меня. Давай, покажем. Давай, я хочу попробовать. Попробуй. Два варианта. Два бокала. Это очень вкусно. Ребят, напишите в комментариях, какой вариант бокала вам, кажется, лучше подходит для этого коктейля. Это очень свежо. Вот это нотка базилика, лимона. Просто потрясающе, мне кажется. И горчинка от алкоголя. Горчинка. Очень классно. Очень рекомендуем. Будем наслаждаться этим коктейлем. Да. Кстати, он наименее сладкий из всех, которые мы сделали. Поэтому, кстати, наверное, он нам еще тоже понравился очень. Потому что мы любим все-таки такие достаточно сухие напитки. Освежает. Ну что, пока что это наш фаворит, а мы двигаемся к следующему. Давай. Да. Мы все знаем, что на самом деле у каждой хозяйки в Италии есть свой собственный рецепт лимончелла. И сейчас, приходя в любой итальянский ресторан, в России вы можете попробовать лимончелла, который там делают как комплимент, да, такой вот домашний рецепт. Но на самом деле, если вам хочется попробовать действительно более изысканный напиток, то стоит обратить внимание на лимончелла, который производится непосредственно в Италии, семейной компанией Villa Masa. И отличие в том, что они используют лучшие лимоны, которые подходят для производства этого напитка. Лимоны, которые имеют свое собственное наименование по происхождению. Даже так, оказывается, бывает. Это лимончелла Ди Сорренте. То есть соррентейские лимоны. От обычных лимонов они отличаются размером. Они действительно такой с хороший большой мужской кулак. И у этих лимонов особо высокое содержание ароматических и вкусовых веществ, которые содержатся в их цедре. И действительно срезается только самый-самый тонкий верхний слой цедры для того, чтобы вот эти вещества с горечью, которые в белой части цедры у нас содержатся, не попали. Поэтому вы можете, конечно, приобрести любой лимончелла для нашего рецепта. Но, как говорится, highly recommended, очень рекомендуем именно лимончелла Villa Masa. И четвертый коктейль. Снова у нас простой вариант. Это Кир Рояль. Кто-нибудь что-нибудь знает про него? Ну, я знаю, например, что есть коктейль Кир, а есть Кир Рояль. И в чем разница у нас? Разница в том, что Кир делается на просто белом сухом вине. И изначально это коктейль, который был очень распространен в Бургундии, делался всегда на Олиготе. Потом появился Кир Рояль. Рояль, собственно, королевский в переводе с французского. И эта версия делалась уже на шампанском. Но, конечно, шампанское-то хорошо, мы это уже обсудили. Но мы будем использовать все-таки Просека как более бюджетный вариант. Ходят слухи, что коктейль появился из-за того, что вкус бургундского Олиготе был недостаточно хорош. Ну, я не стала это упоминать, чтобы бургундцев не обижать. И поэтому мы его решили разбавить ликером Крем де Кассис. Сегодня у нас ликер, который называется Фруко Шульц. И хочется поблагодарить наших друзей из компании Ладога, которая предоставила для записи этого рецепта, этого коктейля нам замечательная Просека Болла Канальяна Вальдобьядена. Это уровень повыше, чем обычная Просека. Мы на плохом не делаем коктейли. И черносмородиновый ликер Крем де Кассис. Да, Кассиса – это как раз-таки черная смородина в переводе с французского. Понюхай. О, чистая, такая прямо черная смородина. Даже, слушай, даже непонятно, что это алкоголь. Ладно, давай. Ликер и Просека. Какие пропорции? На самом деле, пропорции, чем меньше Крем де Кассис вы добавите, тем лучше. Потому что здесь главное не переборщить. У него очень яркий, интенсивный вкус. Поэтому прямо на донышко наливаем. Вот так, да, абсолютно отлично. Пропорции примерно 1 к 10. Да. На самом деле, вы можете опытным путем просто прийти к той пропорции, которая вам покажется оптимальной. Кто-то, кому-то нравится более интенсивный вкус, кому-то менее. Я бы даже разбавила побольше. Побольше, да? Можно попробовать, а потом... Давай. Кстати, еще цвет, да, вот так будет варьироваться. Мне кажется, цвет может быть побледнее. Есть красочные эпитеты, когда считаешь этот коктейль, сравниваю сейчас с закатным солнцем. Очень сладко и насыщенно. Закатное солнце. Да, закатное солнце. Добиваемся закатного солнца. Вот, уже гораздо лучше. Достаточно закатное? Смотри, а мне нравится, что до сих пор, несмотря на то, что мы разбавили, да, у нас все равно поднимаются пузырьки. Это такое получается сильно розовое просекло. Пробуем теперь. Вот уже, 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 уже неплохо. Да, хорошо. Ну, собственно, просто элементарный коктейль, для этого у вас дома должен быть крем-де-кассис. Да, сегодня у нас фуга-шульц, очень известный производитель ликеров. Да. И любое игристое. И как нам... Его самим не сделают, да? Это нужно покупать. Это, да, это ликер, который самим не сделать, конечно. То есть варенье бабушки сюда, к сожалению, не подойдет. Да, и у нас еще есть маленький сюрприз. Это пятый коктейль, который мы хотим вам показать. Кузырь из рукава. Да, наши друзья нам еще подогнали джин-сло. Вероника, пару слов скажешь, что это у нас такое? Сло-джин, да, это на самом деле фактически не джин, это тоже ликер, который производится на основе джина, куда добавляются плоды терновой сливы, терна, дикого терна. Боже мой. Это вообще мега популярная история в Великобритании. На всякие рождественские праздники англичане очень любят этот напиток. В чистом виде они его пьют или как-то смешивают? В чистом виде смешивают в коктейле, да, и даже используя в различных блюдах, выпечке и так далее. В общем, рецепт примерно такой же нам объяснили, это где-то одна десятая часть этого джина и просека. Аптечные ноты такие, да, вы были? Да, 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 аптечная, мазь какая-то, вот, очень похожая. Ну, цвет на самом деле другой совершенно, да, можно сравнить. Ой, смотри, 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 как красиво, оп, пузырьки. Ржавый цвет, да, такой? Ну, такой золотистый. Мужской, медный, аромат. Медный, да. Оранж, коктейль оранж. Ну, слушай, очень оригинальный вкус. У меня даже, мне нравится больше, чем у Кира. Нет приторности, да? Да, он такой очень пряный и необычный. Ну, это оригинально, конечно, да. Похоже на имбирный пряник, кстати говоря, то есть такая более новогодняя, наверное, история. Но я бы все-таки выбрала Кир Рояль. Как называется вот этот вот коктейль? Первый раз его пробую. Это версия Кир Рояля на Джинни Слоу. Да. Очень длинное название, наверное, из короче. Слоу, Слоу Кир какой-нибудь. Слоу Кир? Слоу Кир. Слоу Кир. Как Слоу Пок. История коктейля Кир начинается во времена Второй мировой войны во Франции в Бургундии. Считается, что когда немецкие войска, оккупанты, разграбили все гриба в Бургундии и забрали все красное вино, которое там было, такой человек по имени Феликс Кир, он был местным священником, решил придумать такой интересный коктейль, смешать белое вино, тогда это было олиготе, с крем-де-кассис, с черно-смородиновым ликером. И получился вот такой вот интересный цвет, наверное, похожий чем-то на пино-нуар. А позже появилась другая, более известная версия, Кир Рояль, такой же коктейль, только с игристым вином. Ну что, мне кажется, выпуск сегодня получился максимально полезным. Несколько коктейлей, которые каждый может сделать дома, которые абсолютно несложные, за исключением, может быть, лимончелло-шприц. Я бы сказал, что он тоже не очень сложный, просто чуть-чуть больше ингредиентов потребуется. Чуть-чуть сложнее. Осталось выбрать фаворита. Давайте вот просто каждый выберет и возьмет себе тот коктейль, который ему больше всего понравился. Давайте. Что он начинает? Давайте просто на счет три. Давайте. Раз, два, три. Ну, в общем, он решил два себе забрать. А я знал, что вы потянетесь к шприцу. В общем, нам придется делить с Аней шприц. Ладно, я возьму Кир. Берешь шприц, я тебя уступлю. Что ты, кто у нас остался? Беллини, незаслуженно обделенным. Это Наташа. Наташа, бери Беллини. Ну что? Ну, поехали. Ты взял по бокалу, да? Да, две руки. Ставьте лайки, подписывайтесь, потому что иначе такое веселье, которое вы можете наблюдать в кадре, прекратится. И мы будем грустить. Не-е-е-е-ет. Всем пока. Пока. С Новым годом, ребята. С Новым счастьем. Вкусно. Вкусно. Что, фаровой доводить? Вкусно, елочки. Без меня. Все, да.